Траулер «Поларис», потерявший ход во время промысла в Баренцево море, успешно доставлен спасательным судном «Мурман-Рыба» в порт Мурманск. В Кольском заливе сюда встречал мой коллега Андрей Зайцев. С полным трюмом и своим же тралом на винтах заводили рыбаков в Кольский залив. Сигнал об аварийной ситуации поступил в северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ Росрыболовства накануне. На тот момент «Мурман-Рыбу» и «Поларис» разделяли 100 морских миль. Циклон присутствует, но вот нам где-то отчасти есть везение. Мы успели подойти до подхода циклона, до смены ветра и завели буксир по нормальной погоде. И максимально возможным и безопасным ходом привели судно в порт Мурманск. Промысловики же во всей этой истории больше всего остались недовольны комментариями в электронных СМИ. Информация о том, что экипаж чуть ли не борется за живучесть и в угрозе выброса траулера на берег, до которого было порядка 90 миль, только добавила серьезных переживаний родным и близким. Атаков сборку в интернете прогнали. Обездвиженное судно становится игрушкой стихии. Волнение моря, обледенение – все это может привести к самым худшим последствиям. К счастью, в этот раз обошлось. Вовремя подали сигнал, вовремя провели те мероприятия, какие они должны были сделать, и вовремя подошел спасатель. Только, к сожалению, аварийные ситуации были, есть и будут. Потому что человеческий фактор, ну и вообще работа в море, она очень сложная. Спасатели свою работу выполнили как положено. Сила ветра, высота волны, видимость, масса и парусность судна – эти и многие другие данные были рассчитаны верно. Операция завершена успешно. Все хорошо, что хорошо кончается, и в данном случае это именно тот вариант. В ближайшие часы спасательное судно «Мурман-Рыба» отдаст буксир и вернется в район своего дежурства, которое продлится до середины декабря. Андрей Зайцев, Сергей Корнаков, Вести Мурман.